Уильям Кван Джадж, соучредитель Теосовского движения Уильям Кван Джадж был одним из основателей раннего Теосовского движения. В 1875 году, когда ему было 24 года, он стал соучредителем Теосовского общества совместно с Еленой Петровной Блаватской и Генриком Ольгатом, оставаясь ярым приверженцем и тружеником движения до конца своих дней 1896 года, он отвечал за Теосовское движение в Америке с 1886 по 1896 годы, и его отделение было самым популярным и многочисленным в обществе. Он неустанно трудился над распространением взглядов общества, которые всегда побуждали человека к пересмотру своего мировосприятия и приближали его к духовным ценностям. За свою короткую жизнь, которая порвалась всего лишь в 45-летнем возрасте, он сумел стать редким практиком в области мистики и ближайшим соратником Елены Петровны Блаватской. Елена Блаватская предоставляла основные концепции Теосовского учения, в то время как ее верный друг Ульян Джадж адаптировал их с тем, чтобы они были более доступны как можно большему количеству людей. В своем письме от 3 апреля 1888 года Елена Петровна Блаватская называла его генеральным секретарем Американского отделения и сердцем, и душой Американского Теосовского общества и добавила, что это во многом благодаря тебе, если не исключительно тебе, отделение обязано своим существованием в 1888 году. В апреле 1888 года он начал издавать журнал «Путь». Библиотека, которая была при отделении в Нью-Йорке, где можно было взять книги по Теосовской тематике, служила местом регулярных встреч членам общества. Благодаря журналу он стал известен во всех Теосовских отделениях Америки. Под его руководством и благодаря его усилиям ему удалось объединить членов общества, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов. Он сумел создать много новых отделений. Начиная с 12 отделений в начале своей деятельности, он довел их количество более чем за 100 за 10 лет. В 1893 год был отмечен присутствием Теосовского общества на всемирном парламенте религии в Чикаго, на котором Ульям Джадж и Анна Безон представляли общество. Оба они произвели самое глубокое впечатление на участников парламента в презентации древнего учения. Приблизительно в это время начала расти враждебность в отношении к Ульяму Джаджу и одновременно начал изменяться стиль руководства со стороны Анны Безон. Это закончилось разделением на две спорящие стороны, которые не могли найти взаимопонимание друг с другом. Результатом этой сложной ситуации, известно, как дело Джаджа, стало разделение движения на два отделя подразделения Американское Теосовское общество, в котором президентом был Ульям Джадж, и Адьякское Теосовское общество, во главе с Анной Безон. Тем же путем последовали отделения в Европе и в Австралии, при этом продолжая сотрудничать с Американским Теосовским обществом. Общее настроение Ульям Джадж выразил такими словами «Единство Теосовского движения не зависит от уединенности и организации, а наоборот от единства в работе и воздушевлении, и в этом мы будем держать связь неразрывно». С тех пор и по настоящее время Адьякское Теосовское общество избегает упоминания имени Ульяма Джаджа и проделанную им огромную работу, таким образом стирая его из памяти членов общества. Сегодняшние Теософы, вспомнив его чистый и светлый образ, а также тот вклад, который он сделал в развитии Адьяковского движения, требуют признания его неоценимого вклада в распространение и расширение Адьяковского движения. Вот выдержка из письма одного из Теософа, который часто обращается в Адьяк в день рождения Джаджа 13 апреля. «Уважаемая госпожа Берне, в годовщину дня рождения Ульяма Джаджа мы вспоминаем его с любовью и благодарностью за всю ту работу, которую он проделал в Леопе Адьяковского движения. Своей самоотверженной жизнью он оставил после себя неоценимое наследие, которое используют его благодарные ученики и очень простые для восприятия, но глубокие под содержанием письменной работы. Его перевод битвы и его комментарии, а также перевод афоризма в фатаншалы демонстрируют его глубокое понимание природы человека. Эти и другие работы общепризнаны своей непредзаденной точностью и приносят очень много пользы изучающим их. Нет ничего предосудительного в признании ошибок прошлого, и для их исправления, бесспорно, требуется сила духа, но это, несомненно, будет оценено всеми справедливо мыслящими признаками. Поэтому мы убедительно просим пересмотреть отношения общества к обвинениям, выдвинутым против Ульяма Куан-Джаджа, и сделать все от вас зависящее, чтобы справедливость восторжествовала везде, где она присуща, искренне ваша. Библиография Океан Теосути Написана Ульям Куан-Джаджа Книга представляет из себя аккуратное и последовательное изложение Теосовского учения. Она содержит статьи, в которой он публиковал в газетах с целью популяризации Теосовского учения и ответы на повседневные вопросы людей. Ее изучение на протяжении многих лет в группах по изучению Теософии является лучшим подтверждением ее полезности. Гавангита Также именуемая Индусская Библия Чарль Махабхарасы Великого Индусского Экопа считается содержащей в себе высочайшей и глубочайшей истины древней философской мысли. Перевод Джаджа этой священной книги является непревзойденным. Среди всего прочего ясность предложения философских понятий и литературных стилей. Комментарии Бхавад-Дити Текст, сопровождающий Бхавад-Дити. Половина текста написана Ульямом Джаджа, вторая половина – его близким другом и соратником Робертом Кройскли, впоследствии ставшим со ушеледителем «Отъединенные лошадь и остров». Китры, которые мне помогли. Именно эта книга, являясь подборкой советов, даваемых Джаджам и сборником замечательных высказываний, наглядно иллюстрирует не только его глубокие знания человеческой природы, но также его собственную, глубокую, сильную и преданную натуру как друга и учителя. Вторая часть книги содержит различные выдержки из писем студентам и театрским группам. Она была опубликована спустя 50 лет после его смерти. Третья часть книги включает в себя дополнительный материал со множеством аллегоричных рассказов, которые Ульям Джадж публиковал в журнале «Путь». Афоризмы Йоги Патаджали Это древний трактат о самоконтроле, именуемый йогой, полезен для тех, кто желает практич и заперещившего учения. Афоризмом Патаджали Ульям Джадж добавил краткие пояснительные статьи. Форум ответов Брошюры с ответами на вопросы после Суфи. Начиная с апреля 1889 года она рассказала членам общества диспанса. Она содержит только ответы Джаджа и покрывает сериалы с апреля 1889 по февраль 1896 года. Эль-Постока Храждый взор теософской доктрины. Олицетворение теософии практически оккультизм. Теософское движение Афины объединено в лошадь и ускорок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok